Устали от холодов, пришли проводить зиму и встретить весну. Празднование широкой масленицы в минувшее воскресенье собрало на театральной площади немало щербинцев. Хороводы, перетягивание канатов, бой подушками, прыжки в мешках и много других забав. Горожане провожали зиму с добрыми традициями. Как курица в баранах и пилах, и черёшка я из-за не слабых, и лодка просветов лося, и палашка просветов лося. На площади развернулись костюмированные представления и ярмарка, на которой все желающие могли попробовать масленичных блинов и приобрести товары народных промыслов. Для ветеранов Великой Отечественной блины были бесплатные. Ну а какие же гуляния без песен и плясок? С первых минут праздника гостей сопровождали народные заклички и весёлые попевки от фольклорного ансамбля «Песенное подворье». Один за другим коллективы Дворца культуры сменяли друг друга, развлекая публику как народными мотивами, так и просто долгожданными весенними песнями. А мы смотрим и за бодышком, а мы всё весуем солнышком. Весну свалили, лето ждали, застывали, как по снегам трава. Весну свалили, лето ждали, на пороге она, уходи она, зима. А создать праздничное настроение жителям помогал театр-студия «Артель». Как и годом ранее, одним из веселых скоморохов-ведущих стал инвалид-колясочник Борис Кузнецов. Вообще, в этот день к людям с ограниченными физическими возможностями было приковано особое внимание. Праздник прошел при содействии автономной некоммерческой организации «Доступ открыт». Инвалиды были активными участниками гуляний. В галерее Дворца культуры для них было организовано чаепитие, а на театральной площади развернулась благотворительная книжная ярмарка. Все книги были созданы исключительно людьми с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, на праздники выступили и артисты, приглашенные организацией «Доступ открыт». Марат Нигматуллин, шансонье и ведущий канала ТВ-центр Павел Русский, а также автор и исполнитель своих песен Дария. Ну а поскольку Масленица – это еще и прощенное воскресенье, то в самом разгаре гуляний все собравшиеся стали обнимать друг друга и просить прощения за прошлые обиды. К кульминацией праздника, который с одинаковым нетерпением ждали и дети, и взрослые, по традиции стало сжигание чучела зимы. Сгорело чучело быстро, и это обстоятельство вселило в присутствующих надежду, что и зима быстро отступит. Что ж, будем надеяться, что ждать остается совсем немного.